Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Каковы Ваши впечатления, на что Вы обратили внимание и какие тенденции там появились? Я считаю, что это очень важная работа. То есть мы определяем себе приоритеты, формируем программы и подводим итоги. Я должен сказать, что несмотря на все сложности, которые происходили, все основные наши планы, задачи, проекты, они реализованы. И мы видим, где наши слабые места, куда надо еще больше обратить внимание. Очень важны эти мероприятия, особенно в районных городах, когда идут встречи в трудовых коллективах, на предприятиях, когда идут сходы граждан. Понятно, что мы можем рапортовать о своих достижениях, но когда идут более конкретные приземленные встречи, там можно услышать много интересных вещей, которые власти иногда или не слышат, или не хочет слышать. Я считаю, что вот это комплексная задача, и это, наверное, наше конкурентное преимущество, когда мы вот январь-февраль практически проводим очень большую работу. Очень большая работа проводится главами наших муниципалитетов. Они максимально сами лично участвуют в этих встречах. Ну и получают достаточно много пожеланий, замечаний, ну и благодарности иногда. Благодарности. За благодарность туда ходить не надо. Надо ходить и услышать те потребности, которые нужны для нашего населения. Руслан Григорьевич, давайте вернемся к истории. Многие регионы Российской Федерации, да и многие зарубежные страны, могли бы позавидовать тому, как достойно в Татарстане прошла смена власти. Вот у меня эта картинка перед глазами. Торжественное заседание Государственного Совета. Первый президент Татарстана Митимишарипич Шаймиев передает вам в руки штандарт президента. И все-таки, а что вы почувствовали, когда узнали, что руководство России поддержало предложение Митимишарипича и решило, что именно вы достойны возглавлять республику? Ну, не смена власти. Власть осталась та же самая. Смена руководителя, который... Наверное, в этом и наши силы, потому что мы работали в команде Шаймиева. Значит, это наши и наставники, и учители, и все остальное. Наверное, все-таки руководство страны оценило те достижения, которые есть у Татарстана. Ту заслугу, которую внес и в регион, и в целом для страны наш первый президент. И, наверное, все-таки решение о преемственности, последовательности того, что у нас происходило. Наверное, выбор был связан с этим. А что касается меня, у меня большой радости не было. Я все-таки работал с Шаймиевым уже достаточно давно. И как бы у меня была своя сфера обязанностей и работы. Ведь Шаймиев работал в самое такое сложное время. И находил такие неординарные решения в интересах нашего народа, нашей республики. И в целом для нашей страны его решения были судьбоносные. Поэтому это же еще и большая ответственность. Дело не в том, что какие тебе погоны дали. Поэтому все то, что произошло, произошло. Я считаю, что это большая ответственность руководить такой большой республикой. Тем более, пусть и такого уважаемого, авторитетного руководителя, как Митимир Шаймиев. Шаймиев. Уважаемый Рустам Волгаревич, Вы на встречах с бизнес-сообществом всегда мотивируете производителей к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. И вот буквально в прошлом году правительство Российской Федерации поддержало Вашу инициативу. Утверждена концепция Иннокама. Там очень такие амбициозные задачи ставятся. Там и по качеству жизни, и по производству. К 2020 году 720 тысяч рабочих мест. Объем промышленного производства по сравнению с 2015 годом на 52% должен увеличиться. А налоговая база на 62%. Задача очень серьезная. И вот Ваша уверенность в том, что мы сможем это сделать, на чем основывается? Это точка роста развития нашей республики. За счет чего мы будем развиваться и как мы будем продвигаться вперед. Понятно, что это можно реализовать за большой период времени. Понемножку, потому что, смотрите, мы ставим задачу увеличить в три раза объемы производства промышленной продукции. Это новые заводы, это новые рабочие места, это огромные объемы сырья и готовой продукции. Это огромный толщок в расширение производства, выпуска современной конкурентной продукции. И она требует, вот так просто не бывает. Инвестор, он будет инвестировать, скажем, Татнефть, группа ТАИФ, КАМАЗ. Но нужна инфраструктура. Железную дорогу надо расширять, автомобильную дорогу надо расширять, вузы надо расширять. Значит, социальную инфраструктуру надо развивать. То есть, без федеральной поддержки эта тема будет решаться очень долго. Ну и какие-то налоги и преференции. То есть, это большие инвестиции, я могу назвать. Значит, это этилен 600 новый. Это новый нефтепированный завод. Это вот крупные. Это серьезная модернизация КАМАЗа. Это особый экономист КАМАЗа, где появятся десятки новых заводов. И это требует серьезной федеральной поддержки и серьезного федерального флага. Мы как бы идею донесли, она поддержана. Но пока деньгами не подкреплена. Но я уверен, что в любом случае эти проекты у нас, они идут. И в любом случае мы будем продвигать. Это не какая-то прихоть Татарстана, Мениханова или кого. Это серьезная задача для всей нашей большой Российской Федерации. Нужна серьезная инфраструктурная поддержка. Мы об этом будем и дальше говорить с нашими федеральными коллегами. Вода камень тощит. Будем настойчиво. Слава Богу, это тоже непросто, наверное. Начиналось 66% сейчас выручки всех особых экономических зон, если я не ошибаюсь, на Лабугу. Знаете, я должен сказать, что в шестом году было принято решение, в том числе и мы заявились. В принципе, Лабуга и тракторным заводом была, и заводом легковых автомобилей. Немножко не хватило Советского Союза, в принципе, немножко, если бы Советский Союз дольше живет, что-то там было. Но вот тогда вот эта идея появилась. Мы ее реализовали. Здесь большая поддержка была федерального правительства. Надо отдать должное. Мы свои ресурсы серьезно вложили. И уже 53 резидента, 22 современных завода работают. В этом году, я думаю, 5-6 заводов мы опять откроем. Если бы не были вот эти кризисы и некие санкции, цифра была бы совсем другая. Сегодня идет некая политика о том, что особая зона неэффективна. Не особая зона неэффективна. Мы неэффективны. Мы не умеем работать. С нас надо больше спрашивать. А не само решение. Само решение было очень правильным. Я очень сожалею, что вот этот инструмент в нашей стране, он, то результативность, на которую рассчитывал руководство страны, оно не дало. И здесь, конечно, вот так отказываться от такой формы работы не совсем правильно. Рустанов Ильич, еще один проект федерального уровня, который сейчас в Татарстане реализуется, это Иннополис. Насколько я знаю, не так давно Сбертех проявил интерес, компания Убер, Министерство обороны, Пенсионный фонд и так далее. На последней коллегии Минсвязи сказали, что уже более 80 компаний и индивидуальных предпринимателей там зарегистрировано. Вы говорили о том, что развитие Иннополиса – это один из приоритетов для нашей страны. И в итоге должна быть IT-столица России. Вот не слишком ли амбициозно? Сколково есть, например, еще? Амбиции, они всегда должны подкрепляться какими-то целями и какой-то настойчивостью. Амбиции, они остаются амбициями, если ты не имеешь какого-то плана, если у тебя нет настойчивости. Сегодня, если взять, мы вообще попали в точку. Мы видим, насколько эта тема, она для нас очень важна, для нашей страны. По большому счету, нам все казалось, что деньги есть, ты пойдешь в любом месте, любая страна тебе все продаст. Немножко наши отношения испортились. Оказывается, за деньги не все можно купить. Но, и вот мы попали в струю. Сегодня вот эта сфера, этот сегмент очень важен. И для оборонных задач, и для промышленности, и для органов государственной власти. Большая поддержка. Здесь абсолютно... Мы тогда обратились с рукой со стороны. Дмитрий Анатольевич Медведев, значит, лично сам принимал решение. И, конечно же, мы две особые зоны не вытянули бы. Значит, здесь мы предоставили лучшие площадки, земли, инфраструктурно нашего участия. Но основная часть денег, она решена федеральным правительством. Ну и федеральный правительство тоже понимает, что вот такая площадка для страны нужна. Нам все оказалось вот в Индии, там в Америке, там все сделают, мы все купим. Огромное количество наших талантливых россиян работает по всему миру. Почему они здесь не работают? Поэтому прекрасные условия для жизни. Один из лучших университетов, где преподают лучшие преподаватели, которых мы пригласили со всего мира. Технопарк. И вот, конечно же, наша активность нужна. Пригласить Сбертех, Ростех, Убер, другие структуры. Это же не офисы. Мы хотим там создать центр разработки. И мы увидели. Приезжал председатель Государственной Думы, Викторович Володин. Он сам увидел, что мы сам каждый раз приезжаем, что-то видим интересное и новое. Сколково, Иннополис, таких площадок в нашей стране должно быть и не так много, и не так мало. То есть сегодня обсуждается вопрос, чтобы Сколково, она не замыкалась с периметром Сколково. В целом Сколково появилось, оно сегодня есть. Огромные большие компании там присутствуют. Мы там свой центр для Татнефти строим. У нас не хватает терпения. Мы хотим картошку сегодня посадить, через три дня прийти и уже свежую картошку хотим покушать. Есть время вегетации. Сегодня весь мир обсуждает четвертую технологические революции. Это цифровая революция. Ведь сегодня, уже серьезно говорят, мы стоим на грани, когда надо отрегулировать взаимоотношения человека и робота искусства и интеллекта. Беспилотные автомобили, много-много вещей, которые в ближайшее время поменяют мир. Очень серьезно. И Иннополис найдет свое место. Александр Нургалевич, неким образом продолжая тему. Вообще с 30-х годов, когда был лозунг «Кадры решают все», немного изменилась. Борьба за кадры, как мне кажется, стала гораздо жестче. И Татарстан включился в эту борьбу. То есть мы строим специальные обучающие центры. Мы поддерживаем нашу талантливую молодежь. Мы в 2019 году примем чемпионат WorldSkills. По вашему мнению, все-таки насколько мы сегодня, учитывая всю эту работу, конкурентно способны? Это, по вашему мнению, вклад в будущее или уже есть результаты сегодня? И, ну вот, опять же, учитывая WorldSkills, по вашему мнению, удастся ли нам вернуть престиж рабочих профессий? То есть, проще говоря, перестанет ли аббревиатура ПТУ быть пугалом для родителей и детей? Давайте вот всегда мы говорим, удастся ли. А кто еще, кроме нас, это сделать должен? Кому это нужно? Это нам нужно. Наша страна, мы за нее в ответе. Значит, каждый на своем месте. Это одна из главных задач. Страна, регион, который хочет что-то изменить и быть конкурентным, он должен иметь таких людей. Поэтому, вот, 20 ресурсных центров мы за три года уже создали. В этом году еще, там, несколько, 6-7 ресурсных центров мы сделали. Эти ресурсные центры не просто там ремонт провели, там совсем другие подходы. Они увязаны с товаропроизводителями. Вот мы провели чемпионат республики по рабочим профессиям. Я вот смотрел, молодые, амбициозные ребята. Ведь, в принципе, три наших молодых специалиста, которые учатся в этих ресурсах, они Евроскилз, Швеции, получили призовые места. Никто не ожидал, что с Россией это. Я уверен, что в 2019 году мы не просто там примем чемпионат мира. Мы должны там свое слово сказать, показать. В России много талантливых людей. В Татарстане тем более. Но само по себе ничего не произойдет. Нужны люди, которые могли профессионально бы их обучать. Нужны предприятия, которые были заинтересованы в этих специалистах. Но и без денег это не получается. Надо туда денег вкладывать. Я считаю, что в нашей работе это очень важный сегмент. Если продолжить тему молодежи, тему творчества. Вы всегда радовались за развитие как раз творческого и интеллектуального потенциала у молодежи. Есть различные конкурсы, гранты, премии, стратегии управления талантами действуют. Победители могут обучаться в лучших вузах не только России, но и мира. Но вот все-таки, как по-вашему, Татарстан сейчас стал центром притяжения для молодежи? Ну, Татарстан, он был Татарстан, он всегда был центром притяжения. Другое дело, насколько мы эффективно работаем с нашей молодежью, этот вопрос очень важен. Если взять 20 лет, динамика очень большая. Знаете, мы сами виноваты, мы были молодые тоже, вот Яштар Харшунды, молодежь, она вот сейчас такая. Молодежь нормальная, мы сами не готовы отвечать на те вызовы, которые хотят, хочет молодежь. Вот мы должны соответствовать вот этим вызовам. В принципе, молодежь, она совершенно другая. У них возможности совершенно другие. Вот я себя иногда сравниваю, да, и какой-то вот беспомощный по сравнению с ними. Они вообще в другом... Вы же беспомощный. Да, беспомощный. Да, я серьезно говорю. Но этой молодежи надо дать возможность, чтобы они себя реализовали. Помочь им. Или они уйдут каким-то другим путем, который не даст ни им, ни для государства, ни для их семей, ну, того эффекта. Мы же все ждем от своих детей, от молодежи, родителей одно, руководство страны другое. То есть, ну, в целом мы хотим, чтобы все было благополучно и хорошо. Молодежь должна общаться, молодежь должна набирать опыт. А среда формирует, не всегда учитель, среда формирует людей. Вот они попадают, это молодежь, в эту среду, и идет формирование. Очень важны в современном мире контакты еще. Поэтому мы должны создавать площадки. Вот технопарк. Что такое технопарк? Это не только офис, где. У них должно быть там место, где они собираются, кучкуются, там кофе пьют, разговаривают. Эти вещи очень важны. Дмитрий Александрович, вот я с вами соглашусь, для того, чтобы Татарстан стал притягательным для талантливых людей, все очень важно. И развитие экономики, безусловно, инфраструктура, и образование, и медицина. Нет тут мелочей. Но в то же время вы занимаетесь такой сферой, как жизненное пространство. Ведь это тоже очень важно. И в своем послании к Государственному совету вы подчеркнули, что вот эти мероприятия года парков и сферов, года водоохранных зон, они стали вот таким примером гражданской сопричастности к этим проектам. Ведь буквально все жители республики активно поддержали эти проекты. И все хотят жить в красивой, хорошей среде, и так, чтобы было удобно для жизни. Но все-таки, какие направления в этой области вы считаете сегодня приоритетными? Когда мы начали открываться, когда мы говорим, туристическая привлекательность наша, значит, из других регионов привлекать. Что нужно, чтобы на этой территории людям было хорошо, комфортно. По большому счету, все парки и скверы были заброшены. Это тоже наша недоработка. У нас не хватало денег, не хватало, желания не хватало. Их планомерно уничтожали, эти парки и скверы? Может, даже не уничтожают, они сами уничтожают, если я их. Вот нужны вот такие точки, где люди могли прийти, да. Мы вот едем за границей, ох, там так хорошо, ох, что у нас на перережнее хуже, чем это, на лучшее. Значит, вот я в Баку был прекрасно, но я говорю, почему у нас такого нет? Вот такие мысли, они как-то порождают какие-то вот планы. Вот нашу идею сейчас очень внимательно изучают наши федеральные коллеги. Да, мы представили весь пакет документов. И на самом деле вы правы, я даже не ожидал. Но те вложения, которые мы сделали в первый год на парки и скверы, они дали настолько эффект, насколько, оказывается, наше население в этом нуждалось. Я, когда с Карабаша у нас саммит нефтяников был, летим в Альметьевск, глава пригласил на открытие там этого пляжа. Я думаю, что за пляж в Альметьевске? Мы на вертолете летим. Я был поражен. Столько там тысяч людей, значит, и насколько вот... Вроде бы там водоем был, все было, да? Да, да, да. Вот сделали, конечно, большое спасибо нефтяникам, мы там помогли. Но это же стало украшением для Альметьевска. Там вахтанищие были. Где бы ни были, значит, это... Ну, надо, чтобы дальше. Это жизненький. Или вот в Нижнекамске библиотека, новая форма. Как надо организовать работу в библиотеке. Таких... Ну, здесь надо изучать опыт. Я считаю, что вот Фишман в этом плане, она собрала серьезную команду. Ну, там ее тоже критикуют, понятно, нас всех критикуют, но... Вот много полезных вещей делают вот такие креативные люди. Мы вот это пока не увидим, мы это не понимаем. Сегодня мы уже не зациклились там, парк, сквер. Мы сейчас спрашиваем у людей, что вам нужно? Общественное пространство. Выход к воде. Центральные улицы. Программа есть. В этом году мы ее тоже продолжаем. За три года 180 чем-то объектов мы сделали. В этом году порядка 50 объектов. Мы должны чувствовать, вся проблема власти, вот она отрывается иногда. И сказать, что у нас проблемы, у нас много что нужно еще изменить, много что нужно делать. Я знаю, вот сейчас готовим программу по поликлинике. Где-то у нас очень хорошо, а где-то вообще очень плохо. Есть вопросы по больницам, большая работа идет. То есть, вот в этом году запустили программу поддержки садовых товарищей. Там люди эконом-класс, небогатые люди, но для летнее время это одно место, куда они могут поехать, поработать, отдохнуть. То есть, планов очень много, возможности ограничены, но чтобы больше сделать во благо нашей республики, нужна мощная экономика. Экономическая составляющая очень важна. Поэтому я всегда говорю, что надо создавать производство независимо где-то. Отняли это, октаныш или это. То есть, мы не должны засекливаться там Нижнекамск или Зеленодольск или Казань. Везде есть, вот вы посмотрите, кубморская фабрика, металлопосуды и экспортный товар. Или валенки кубморские. Много таких. Или вот сейчас я посмотрел, там, наш предприниматель утки. Хорошая упаковка. Вообще, я был в Сахалине, наши утки. Красиво сделано, достойно. Нет, не только красиво, хорошо, вкусно. Я им говорю, сегодня же мир меняется. Если раньше надо было торговую сеть, где это. Сегодня интернет-торговля. Вообще, вот эти люди со своим маржинальным продуктом могут через электронную торговлю. Где это есть, нигде нет. Или по-русски виоленый гусиный. По-татарски. Много-много интересных вещей. И таких людей много. Устан Анатольевич, все-таки я хочу еще один добавочный вопрос. Казанский зоопарк. Все-таки, когда открытие и в чем его будет главная фишка? Казанский зоопарк, он работает. Пока в старом формате. Это большая история. Это 200 лет. Фукс его закладывал. Самое главное, есть традиции Казанского зоопарка. Нам надо сейчас вот ее расширить. Три раза станет больше. Как только мы вот эту площадку доведем, мы приведем порядок. Сейчас сделаем тоннель под железной дорогой. И там будем ее. Я думаю, что сейчас уже о зверях надо подумать. Я вот пользуюсь нашей встречей, обращаюсь и к вам, и к жителям Татарстана. Вот я мэру дал поручение. Сделайте перечень животных, которых надо купить. А все на бюджетные деньги не купить. Я говорю, я вот от своей семьи тоже куплю и даже буду помогать, содержать там. Я не знаю, еще не выбрал, что я могу купить. То есть, вот такой призыв, я с таким призывом обращаюсь. Там будет табличка Аминов, Ильшат, скажем. Моя фамилия будет где-то там. Тем более, у вас зарплаты неплохие. Могли бы внести какую-то свою лепту. Я считаю, что это нормальные вещи. Где-то поставить скамейку со своей фамилией. Где-то вот в зоопарке купить какое-то животное. Работы идут. Я сейчас уже строительный час к финишу, но большая работа предстоит по завозу, по приобретению животных. Ну, это тоже идеология гражданской сопричастности. Да, конечно. Все должны принять участие, чтобы было всем хорошо. Вот смотрите, там женщина оставила в щелнах ребенка. 40 семей сразу заявились, мы готовы взять этого ребенка. То есть, если мы правильно донесем, если вы правильно мой посыл донесете до граждан Татарстана, я думаю, многие примут участие. Почему не купить там обезьяна, там попугая, я не знаю. Ну, слона, наверное, не все могут купить, слон дороговатый. Но можно скинуться несколько. Понятно. Рустам Дорогалевич, цифры, вещь упрямая, цифры свидетельствуют, что Татарстан сегодня очень комфортный регион для жизни. То есть, у нас падает смертность, у нас растет рождаемость. Миграционные потоки растут, то есть, люди приезжают сюда жить и работать, им это нравится. Хотя, вот что касается рождаемости, то почему-то уверен, что здесь в плюс, в первую очередь, сыграла ваша программа Беликетч, сыграли программы капремонта школ, детских садов. То есть, люди поверили свое будущее, люди стали рожать, люди 2, 3, уже 4 ребенка в семье не стало там чем-то чудесным. Но, что, по вашему мнению, нужно сделать, чтобы вот это наше конкурентное преимущество перед другими регионами России не растерять? Ну, во-первых, я обращаюсь к вам, чтобы по демографии вы дальше продолжали работу. Вы еще молодой. Значит, личным примером показать. Готов. Вообще, если мы говорим о детях, детей рождают прежде всего не для государства, а для семьи. Это счастье семьи, когда в семье много детей, они вместе растут. Это ваше будущее для каждого. Я считаю, что вот в Татарстане люди верят в свое будущее, и поэтому, значит, уверенно идут на и на второго, и на третьего, и на четвертого ребенка. Я считаю, что это очень позитивно. Если взять цифры, более 200 детских садов мы построили за вот там 6 лет, там с 10-го года. Если взять цифры и новые садики, и это, это порядка 50 тысяч мест. Я считаю, что сегодня мы должны понимать, что где этот ребенок, куда будет он ходить. Он же, детский сад, это не только место, где родители во время того, когда они находятся на работе, дети находились. Это школа. Нам важно, чтобы наши детские сады давали те навыки, те знания, которые будут формировать этого ребенка. Второе. Это наша школьная система. Поэтому у нас вот программа сейчас по ремонту школ, там 700 чем-то мы отремонтировали. 780, по-моему, или 700 чем-то, не помню сейчас. И мы эту программу не останавливаем. Уже в прошлом году мы садики, и мы переходим к ремонту садиков. То есть мы все аплодируем, когда новая школа, новый садик. Но ведь основная часть людей ходят в те школы, садики, которые были построены по старым стандартам. Но не всегда они своевременно ремонтировались. Поэтому эта программа ремонта школ, садиков, она будет продолжена. Ну и оснащение. Очень важный элемент в системе образования – это учитель. То есть и в садике, и особенно в школе тоже должны быть соответствующие кадры, которые будут формировать наш человеческий капитал. Александр Ильич, продолжая тему программ, очень много их реализуется у нас на селе. И вот за последние 7 лет облик наших сел, он очень сильно изменился. Клубы появились, ФАПы появились, ветеринарные пункты, водопровод, дороги строятся. Очень колоссальная нагрузка и колоссальные вложения. Насколько они себя оправдывают по-вашему? Ну вы же сказали, что появились. Без этого бы ситуация была намного хуже. Мы не просто же приняли решение по модульным ФАПам и ремонту первичного звена. Ветеринарные пункты, уличное освещение. Ведь сегодня каждый имеет право высказать свои пожелания. Вот я же говорю, схода граждан там, выборные наши встречи. Наша благосфера, она показывает, насколько сегодня вот дорога там, обеспечение водой, обеспечение теплом. Но у нас где-то 30 лишних программ ежегодно. В этом году я еще окончательно сколько за 30. Вот прошлый год 34 программ. Вот они дают результат, но почти там 26-26% населения живут на селе. Порядка миллиона. Порядка миллиона, да? Да. Они же тоже хотят иметь такие же условия, чтобы газ дома был, вода была, там улица освещалась, куда-то в клуб сходить. Все эти программы будут работать. Для того, чтобы все это реализовать, должна быть хорошая экономика у нас. Хорошие предприятия, с хорошей налоговой базой. И власть должна поддерживать, стимулировать появление там малых, микро, макро, средние. Неважно. Вот этот элемент, экономическая составляющая в нашей работе, она очень важна. А вот касательно экономики, тоже в агропромышленном комплексе, тоже колоссальное вливание. За три года в полтора раза увеличился объем произведенной продукции агропромышленным комплексом. И всегда третьи, четвертые позиции после Краснодарский край, Ставрополья, ну таких основных житниц. И цены у нас в Поволжье самые низкие на основные продукты. Но тем не менее, какие еще толчки нужны по-вашему для развития экономики на селе? Знаете, надо все-таки комплексно смотреть. Вообще, если у людей не будет работы на селе, вот эти ФАПы, клубы ничего не помогут. Мы должны поддерживать любые формы. Это личные подворья, это микрофермы, это семейные фермы, это крестьянское фермерское хозяйство. Это поддержка сельхозформирования, это крупные агропромышленные комплексы. Они все имеют и должны быть представлены. То есть, вот мы это поддерживаем, это не поддерживаем. Шпалмаса, если работы нет, если школы, магазины, мы сейчас вот 53 магазина, там, где населенные пункты, там, я не знаю, 100 человек, что ли. Я дал задание, модульные магазины сделать. Ну, вот представьте, вот вы не только магазины, вы можете проехать там 10 магазинов, а на селе 100 человек живет, а магазина нет. Что нужно? Ну, как? Это такой дискомфорт. Мы можем эту задачу решить? Я считаю, мы можем. Для вот таких крупных мы делаем модульные магазины, где уже потребка операции будет обеспечивать работу. А там, где совершенно небольшие населенные пункты, мы автоловки купили, автоловки должны пускать. Но это работа, очень важная работа муниципального уровня. То есть, мы должны заботиться о людях, несмотря, где он живет, там, в крупном городе или в малом населенном пункте. Александр Галич, от успехов реальных к виртуальному, если их можно так назвать, в декабре прошлого года в Москве состоялось вручение наград национальной премии блогеров Рунета. Там, Татарстан отметили, как самый дружелюбный регион среди Российской Федерации для блогеров. Отметили и ваш вклад в это движение, да? Но блогеры не очень дружелюбные, они сильно рухают. Но зато мы с ними дружим. Я, может быть, дружелюбный, но по отношению ко мне бывают разные. Ну, есть и хорошие, конечно. Ну, вот, кстати, если об этом говорить, у вас есть страница во Вконтакте, вы там публикуете фотографии своих рабочих встреч, да? В Вконтакте, Твиттере, Инстаграме. Да, личные вещи в том числе публикуете, там фото с юбилеем мамы, например, да? Люди вам при этом пишут о каких-то своих проблемах, вопросы узнают. Ну, когда маму не ругают, это позитивно. Но в других случаях бывает по-разному. Некоторые мне пишут, ну, зачем вот эту фотку, доброе утро? Ну, я здороваюсь с людьми, да? Ну, удобно мне. Ну, кому-то это нравится, кому-то нет. Но вы, Руслан Григорьевич, вы в соцсети рассматриваете какую-то личную площадку, личную территорию? Или это вот инструмент, чтобы узнать еще раз о каких-то других проблемах, о чем живет республика? Ну, честно говоря, я случайно попал в эту площадку. Это все было случайно. В одном случае Тина Кандилаки, в другом случае Рамзан Кадыров. В третьем случае ребята ВКонтакте меня. Это, конечно, некоторые начальники от этого избегают. Я знаю мои коллеги, потому что там много вещей, которые, ну, люди пишут свои проблемы. И у нас есть вот система народный контроль, где мы стараемся, как бы, откликнуться на те потребности или те пожелания граждан. Я вижу, что уже у меня достаточно много людей, которые смотрят, там делают какие-то пометки, сигналы в Инстаграм, там ВКонтакте. И, конечно же, я вот сейчас дал задание, чтобы вот эти замечания, потому что я на все это реагировать не могу. Их много. У нас есть служба, которая отвечает за народный контроль, чтобы мы брали на контроль вот эти вопросы. Ну, понятно, есть там проблемы, а пану дольчиков. Это большая проблема. Мы и занимаемся, но ее так вот просто решить невозможно. Очень тяжелая. Но человек от последней денег даже некоторые в долг взяли, да, и оказались вот в такой ситуации. Очень сложная. Или вот ситуация, связанная с Татфонбанком и Техбанком. Конечно, мы там работаем с Москвой, обсуждаем варианты. Но вы представьте, у человека последнее накопление. Они, конечно, ругают и правильно ругают. Но вот как вот эти вопросы снять? Но когда ты видишь, конечно, на это надо обращать внимание. Или улицы там не чистят где-то чего-то. Есть вещи, которые быстро можно решить. Есть вещи, которые как бы требуют больших усилий. Но в целом, в совокупности, власть должна быть представлена и должна получать информацию с мест. То есть люди обращаются, мы должны на это реагировать. Поэтому ты работаешь во властной структуре. Если тебе это неприятно, значит, выбери себе более спокойную форму жизни. Я с пониманием отношусь, и даже когда есть некий эмоциональный перекос, этих людей надо понять. Чтобы понять, надо оказаться в их месте. Поэтому благосфера, она повышает требовательность к себе. Руслан Дургалевич, спортивный вопрос, спортивная тематика. Есть известное выражение, что любая большая дорога начинается с маленького шага. Когда в бытность вашей работы главой Высокогорского района, когда вы начинали строить там автодром, который стал, по сути, вторым в России, думали ли вы о том, что Казань станет спортивной столицей России? И вообще сегодня в вашем графике остается ли время на спорт? Вот. Во-первых, ну, у меня была, она и сейчас есть слабость к автомобилям. Вообще, все это так, немножко сумбурно, но вот нашлись люди, которые сказали, давай вот построим. Нашлись люди, которые поддержали, и появился автодром. И я считаю, что благодаря этому автодрому и благодаря нашему Камазмастеру, Татарстан занимает там лидирующую позицию в автоспорте. А что касается спортивной столицы Казани, это... Я даже не знал, что такое университет, я даже ее не слышал. Первый раз я ее от Бореева Марата услышал. Но я почувствовал, что это что-то такое, которое принесет пользу нашей республике, нашему городу, нашей столице. Когда он, министр, пришел ко мне, вот есть вот такое мероприятие, я пошел к Шаймиеву, я говорю, Тим Шайлифович, есть вот такая возможность, надо бы нам попытаться. Президент тогда, он говорит, хорошо, давай попытайтесь. Конечно, наша первая попытка была не совсем успешной, мы были на грани победы, но потеряли поражение, это была очень тяжелая ситуация. Но без поражения, я не знаю, что это было бы к лучшему, но поражение они закаляют. Второй раз мы уже сделали так, что не было. Спорт объединяет людей. Вот благодаря спорту, спорту мы не только там спортивные объекты, вы посмотрите, у нас и правоохранительная система сейчас готова принимать любые мероприятия. У нас волонтеры лучшие в России, у нас судьи, у нас там все, наши транспортные инфраструктуры. То есть одно действие, оно порождает огромное количество вещей, которые ты должен которым соответствовать. Поэтому я очень рад, что вот эти решения были тогда приняты, и они имеют логические дальнейшие продолжения. Кстати, про логическое дальнейшее продолжение. Вы сказали, что Казань готова принять Олимпиаду недавно, и буквально через несколько дней председатель Олимпийского комитета России подтвердил, что Казань может в 28-м году принять. Ну, это не только я говорю. Что такое Олимпийские игры? Это та же универсиада, немножко может быть там флагов побольше. Те же соревнования, те же объекты. Значит, я уверен, что если руководство страны решит, что это нужно сделать, мы готовы рядом. У нас есть опыт. Многие международные федерации этот Арстан знают. Мы прошли большой путь. Вот за это время мы совсем другие. Мы знаем людей, мы знаем, как это делать. В школу первый класс ты идешь алфабит и таблицу умножения, а в 10-м классе уже ты там. Вот что такое 10 лет? Вот эти 10 лет, которые мы в этом состоянии, мы школу уже серьезную прошли. Готовы поступить в университет, то есть Олимпиаду провести. То есть это начало заявочной кампании, будем считать. Заявочная кампания принимает решение глава нашего государства. Пока от него команды нет, мы таких решений не принимаем. Рустам Галевич, журналисты очень дотошный народ. Они все посчитали. И вот за последний год у вас 30 поездок только за рубеж. И фактически вы сегодня, пользуясь спортивной терминологией, стали действующим игроком международной политики. Конечно, в рамках внешнеполитической стратегии Российской Федерации. Но к нам в республику приезжает огромное количество делегаций. Вы постоянно в вашем графике встречи с деловой политической элитой из разных государств. А какую пользу приносят республики вот эти поездки и эти встречи? Это некий элемент работы. Заявить о себе, привлечь к себе. То есть без вот этих вещей Татарстан бы не знали. Мы экспортно ориентированная республика. Мы хотим, чтобы к нам приходили технологии инвесторы. Президент Владимир Владимирович Путин определил меня ответственным за стратегическую группу «Россия-Исламский мир». И в рамках вот этой группы тоже мы проводим большую работу. В целом, конечно же, мы представляем Российскую Федерацию всех мусульман России. Но у нас есть возможность там более конкретно рассказать про Татарстан. То есть это полезно. И мы эту работу и дальше будем проводить. Президент Владимирович Путин. Президент Владимирович Путин. Я думаю, что мы выбираем глобализацию. И мыooooo. Поэтому мы сейчас, не понимаем, что мы делаем. Мы знаем, что здесь происходит с этой стороны. Это у нас есть чтобы создать имя его интеллигisierung, но мы чувствуем их имя, их имя, их имя, их имя, которые мы рецептятся. Но мы уже сами我們 другим, имя, что мы собираем насоединиться. Если мы не знаем, то мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. В результате, я не могу сказать, что это было более сильным, а не более сильным. Мы хотим, чтобы они были в области лима, с которыми мы были в Кангресс Татар. Это было в том, что мы были в Кангресс Татар. Второе, если мы были в Кангерском республике, то они были в Кангерском республике. Рус, Жуаш, Мария, и ящик, ищет миши, ищет милет. Мы в Академии и в Казанске и в Казанске и в Казанске и в Казанске. Я был в синагоге в 2-й годы, я был в синагоге. Я был в старого обережья, и я был в школе. Если мы не можем нести этого рода, то мы не можем нести этого рода. Они должны быть в один рода рода. Моя ассамблея народов, Фарид Харуш Мухаммед шин бейк зор кишкорта меня аларны тупларға, жирға, ниндір ердәм күрсеттірге, алар араша шул холықлар біле әлім тәді тарабыз. Біз бейк керек деп сәне біз, әгер де біздің жирілікті тұнышлық келешу қолмаса, милетлер арасында, динен арасында бұл жиріліктің бір келешегі де ел. Шоғы құра, біз өзі бізнікін татар милетінің бітін нелерін сақларға тұйырш, шол ұқшақта бүтін милетлерге бітін шартлар тұрға 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 тұйырш. Жил дисес, юны, альшта гер ұрға тұрға тұрға тұрғамыз. Ахzieć жүрді does. Всегда надо находить время для семьи, для друзей, не только свой юбилей, надо всегда помнить, что у тебя есть семья, у тебя есть друзья, работа у тебя, величина переменная, поэтому, ну, так получается, что от меня это не зависит. Я думаю, что мы тоже, как бы, этот этап должны нормально провести, там, с друзьями, с семьей, на работе. Рустам Галевич, мы с вами действительно встречаемся в канун большого праздника, в канун вашего дня рождения, в канун юбилея, и сегодня вы не только президент республики Татарстан, вы и лидер всех татар мира, и вот мы перед началом встречи с коллегами обменялись. Здесь приходит ваш адрес огромное количество поздравлений, поэтому нам очень приятно сегодня от имени всей нашей многочисленной армии телезрителей поздравить вас с наступающим праздником, с юбилеем, с днем рождения, пожелать вам, конечно, реализации всех грандиозных планов и, конечно, богатырского здоровья. Большое спасибо. Я готов и дальше воплощать наши совместные планы, чтобы Татарстан был и оставался лидером в нашей стране, узнаваемым был в мире. В то же время я уже говорил, что и у нас еще миссии есть. Татары, которые живут за пределами нашей республики, за границей порядком или свыше миллиона. И с ними мы должны надежный контакт держать. Сегодня огромная поддержка президента нашей страны, правительства. Ну, есть у нас свои видения по некоторым вопросам, иногда мы там высказываемся, но это все наши высказывания только во благо нашей страны, чтобы сильный регион, это сильная Россия. Поэтому у нас никаких там нет других пожеланий. Мы хотим, чтобы в нашей республике люди жили достойно, а это просто так не будет. Это мы должны сами своими руками создавать достойный уровень жизни. Поэтому я хотел бы поблагодарить вас, журналистов, потому что очень важно донести до наших жителей, граждан те программы, проекты, те планы, которые у нас есть. Ну и в то же время от вас получать обратную реакцию. То есть, все время все красиво не бывает. У нас много недостатков. У нас, к сожалению, есть еще и коррупция, есть бюрократия, есть много вещей, которые нам надо исправлять. Мы это тоже понимаем. И я думаю, что благодаря нашей сложной работе, открытости, мы сумеем быть конкурентными. Стамич, большое спасибо за этот честный, открытый, прямой разговор. И мы все надеемся, что он будет продолжен. Спасибо. Спасибо.